Я просто, чтобы потом не переспрашивать 10 раз одно и то же. Значит, в развитии выполненной проектной документации стадии П сейчас ведется согласование технических условий на присоединение ПГУ-120 к энергосистеме и уточняется комплекс работ, который необходимо выполнить на подстанции ГПП-1, ГПП-2, Омский Каучук и внешней сети на объектах ТГК-11 и МРСК. Формируется техническое задание на проектирование комплекса работ в соответствии с техническими условиями на присоединение выданных на Дулу-Сибири. Одновременно идет выбор исполнителя проектной в части внешней схемы выдачи мощности и рабочей документации на проектирование энергоблока выбор исполнителя. Уточняются характеристики и ценовые показатели основного оборудования. Можно перечислить, что входит в перечень основного оборудования? Нет, не надо, это много чего. Котлов, турбин и т.д. Вот Сутягинский, например, завтра должен был встречаться с Сименсом, с тем, чтобы договариваться о цене, так сказать, приемлемой более. Он в Москве встречается с ними? Ну да, завтра собирались, но отыграли мы это дело на пятницу. То есть процессы-то идут, значит, учитывая, не знаю, про санкции надо или нет. Можно сказать что-нибудь в том плане, если это какой-то позитивный? Значит, вот эти ценовые показатели, учитывая, учитывая, значит, быстро меняющуюся, значит, курсовую разницу рубля по отношению, значит… Ну, к евро-то, наверное. К валютам. К валютам. К валютам. Можно указать по отношению к резервным валютам. К резервным валютам. Я, наверное, Александр Юрьевич вообще этот момент упущу. Нет, ну, по отношению к валютам. Я так, для себя отмечу. Иностранных государств, скажем так. Ага. Поскольку часть оборудования, значит, планировалось с привлечением зарубежных поставщиков. Поставщиков, да. Поставщиков, да. Поставщиков, да. Значит, там тоже достаточно много и доживные компрессоры, там и, значит, газовые турбины и так далее. Система управления АСУ блока, то есть это все иностранные. Инофирменная поставка свою, делаем с трудом. Ага. Вот. Хотя уже, как бы, и идет оптимизация, идет оптимизация проекта, учитывая все внешние обстоятельства, значит, идет оптимизация проекта применительно к сложившейся экономической ситуации, скажем. Ага. Может быть, отметить какие-то имена, с которыми мы введем переговоры? Не обязательно? Или это может расцениваться, как что мы параллельно нескольких поставщиков? Нет. Вот информация выйдет. Значит, это ведь у нас звону и трезвону. Вы ставите на сайт, а потом с сайта буквально на второй день, так сказать, начинают задавать вопросы. Не надо это. Хорошо. Ведем переговоры конкретно сегодня «Сина Гидро Китай», ведем с компанией «Прогресс Санкт-Петербург», ведем СПБК «Санкт-Петербург», ведем, значит, «Кэр Инжиниринг Казань», ведем с энергетическими решениями «Москва», ведем массу предприятий, с которыми мы ведем переговоры. Это только в части организации проектирования. Ну, я услышала по названию, что это проектная организация. Ключевые вещи сегодня – это наиважнейшая вещь – согласование технических условий с МРСК, с ВДУ и ТГК-11 и технического задания на проектирование. Ну, я не говорю про деньги, естественно. Деньги… Деньги никто не говорит у нас. Денег у нас всегда карман оттопыренный, так сказать, у нас денег полно, мы все построим, так сказать. Все сделаем. Вот. Быстро и в срок. Александр Викторович, может быть, есть какие-то у нас даты определены, что к такому-то числу мы должны сходить? Ну, если нет, то не надо. Нет. Нет, нет, нет. Просто пока ничего. Это может выстрелить быстро, а может тянуться и до конца года, поэтому… Хорошо. Ладно. Значит, тогда уклончиво витие вата. Скажите, пожалуйста, вот вчера, когда докладывали, к кому еще можно обратиться, у кого вот интересные есть… Ну, фенол ацетон, ты знаешь, идет проект… Ну, фенол ацетон, да, я сделала. Ну, дальше, F-25… F-25 тоже, Сандель, что-то так… Ну, не стоит. Я хочу сказать, там новая тематика появилась, по сути дела, это… Не хочу ничего рассказывать. Ездил Жигатло, ездил Бойко, значит, с одобрения Сутягинского, некий альянс по реконструкции 235. Ну, я не хочу ничего сливать. То есть, можно из-под тяжка получить информацию Жигатло. Он ездил, он знает, и в чем суть, и знает суть проекта, и кто, и чего, и как. А кто вчера еще докладывал? Комаров был еще, наверное? Комаров был, но он… Комаров, он ничего не докладывал. Такого ничего не было. Значит, собственно, вот был проект ГПП-3 в составе, значит… Ну, и вот сейчас вот физическое, что… Что такое ГПП-3? Это подстанция. Ага. Подстанция 110 кВ, повышающая подстанция 110 кВ, для приседения ПГУ к энергосистеме, значит… И для повышения надежности электроснабжения полиома. Может быть, мы про это немножечко еще раз скажем? Это же тоже Ваше проект. Ну, да. Ну, давайте, Александр… Ну, это в составе ПГУ. Ну, это, значит… Рассматривается предложение Титана и Омского Каучука для того, чтобы электроснабжение полиома… Повысить надежность электроснабжения полиома. В первоочередном порядке осуществите проектирование и строительство РУ-110 кВ. С созданием технической возможности присоединения ООО «Полиом» для повышения его надежности, надежности его электроснабжения. РУ – это распредустройство. Распредустройство. В принципе формально от блочного трансформатора… тут как ну короче понижающие повышающие коллеги вот для него понижающие для меня повышающие потому что она повышает напряжение генераторное до уровня сетевого таксо давай быстрее